Начиная с 1966 года во всем мире 20 июля отмечают День шахмат. Праздник проводится по решению ФИДЭ, Международной шахматной федерации, основанной в этот день 99 лет назад. В Люберцах эта дата не осталась незамеченной. Для юных шахматистов провели турнир. Подробнее расскажем в сюжете. Это настольная игра на 64-клеточной доске, на которой располагаются 32 фигуры. Цель игры – поставить мат королю противника. Считается, что игра в шахматы способствует развитию памяти, умственных способностей, творческого и логического мышления. Все турниры в честь праздника рапид. То есть по-другому – быстрые шахматы. Дается каждому противнику 10 минут плюс 5 секунд на каждый ход. 7 туров. Я сам лично играю с 5 лет. Но оптимально где-то лет 6-7 вот так играть. И причем сейчас бум на шахматы. Большой бум. У нас в Люберцах очень много шахматных кружков. И, кстати, кто играет в шахматы, почти все математики в школе пятерки получают. Рапид-турнир объединил в Люберцах более 20 юных игроков. Светозара Кутузова отец научил играть в шахматы в 5 лет. На его счету почти 150 турниров с людьми разных возрастов. В свои 12 Светозар уже готов выполнить термотив кандидата в мастера спорта. Я горжусь тем, что я уже обыграю своего тренера. Самое трудное, именно для меня, это цвет нот. Когда мало времени, какая-то сложная позиция, нужно считать варианты. И времени совершенно не хватает. И часто из таких положений я могу остаться проигравшим. А почему ты посоветовала бы сверстникам тоже играть в шахматы? Потому что это отвлекает от компьютерных игр. Развивает мозги. Люберецкие шахматные клубы посещают более 500 детей. Ребята 12 и 13 лет свои умения нередко демонстрируют уже в окружном чемпионате по шахматам среди взрослых. И показывают достойные результаты. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин